С началом года вступают в силу новые законы и другие юридические акты. Одним из знаковых и актуальных законопроектов, который вступит в силу 1 января 2020 года, станет Краевой закон о запрете продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, а также электронных сигарет, принятый законодательным собранием Края по инициативе губернатора. Новый закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним, а также необходимые меры по его реализации и исполнению обсудили на Краевой антинаркотической комиссии. В режиме видеоконференции в совещании приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы городов и районов, представители учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, казаки, журналисты. По словам уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяны Ковалевой, сегодня нужна активная информационная работа, прежде всего с родительской общественностью, направленная на распространение информации о вреде жевательных смесей с содержанием никотина. Организацией этой работы займутся муниципальные антинаркотические комиссии. В ровне законодательных мер надо еще обеспечить деятельность гражданского общества, для того, чтобы создать атмосферу нетерпимости, наживе за счет здоровья наших детей. Это обязательно, потому что если все общество не будет осознавать эту беду, генеративы, а торговцы, они все равно будут стараться закон нарушать, и из-под полы продажу этого существования мы будем применить ту же картину, как и с продажей от торговли и табачных изделий, несовершеннолетним. Когда закон есть, все равно это допускается. Поэтому только усилиями всех, всем общества и родительской общественности, общественных организаций и, безусловно, грамотной координации детства и всех культур мы можем обеспечить реализацию этого закона. Пока закон официально не вступил в силу, важно принять все меры по недопущению продажи несовершеннолетним никотиновых смесей. В нашем районе этой работой начали заниматься, как только появились первые факты употребления подростками снюсов. В районной администрации было проведено совещание с руководителями образовательных учреждений и торговых предприятий. И те, и другие понимают важность существующей проблемы, и принятие закона считают своевременной и крайне необходимой мерой, направленной на защиту здоровья подрастающего поколения. Эта проблема действительно острая проблема для наших учащихся, для подрастающего поколения. Я думаю, что закон, который сейчас был принят в законодательном собрании Краснодарского края, очень своевременный. И его действие действительно нам, как руководителям образовательных учреждений, поможет именно в искоренении этой проблемы. Мы за то, чтобы наше поколение было здоровым, чтобы оно было занятым, и, естественно, против всего негативного. Мы так подумали, лучше, наверное, эти изделия ограничиться от их продажи. Дети, они не способны оценивать риски, которым они себя подвергают. Поэтому, если просто перестать продавать, я думаю, мы свой какой-то вклад внесем в борьбу за здоровье подрастающего поколения. Я бы предложил ограничиться и тоже не продавать эти смеси, потому что все равно они как-то просачиваются детям в руки. Как-то, не знаю, может, через интернет-магазины, может, еще. Если их не будет, то они детям не будут попадать. А несовершеннолетним детям, нашим младшим, я бы просто посоветовал больше, наверное, у нас сейчас в городе куча спортплощадок открылась, всяких спортивных снарядов, беговые дорожки. То есть есть чем заняться. Ну, смысл себя отравить, тем более, это реально гадость. Вот все, что касается никотиновой зависимости и так далее, это все не нужно нашим молодым, младшим и так далее. Занимайтесь лучше спортом. Также на заседании Краевой антинаркотической комиссии подвели итоги проделанной работы. За последние три года в крае удалось добиться стабилизации наркообстановки. По данным Министерства здравоохранения края, количество потребителей психоактивных веществ в регионе снизилось более чем на 3,5 тысячи человек. Но вместе с тем есть районы, где показатель первичной заболеваемости наркомании превышает среднекраевое значение. Это Каневской, Лобинский, Щербиновские районы. В нашем районе ситуация находится под контролем. Показатели ниже среднекраевых. Но расслабляться нельзя. Этот вопрос должен быть на постоянном контроле правоохранительных органов и муниципальной антинаркотической комиссии, подчеркнул глава района, подводя итоги совещания. Особое внимание Роман Синеговский обратил собравшихся на необходимость жесткого контроля за продажей снюсов несовершеннолетним, пока закон не вступил в силу. Все выявленные факты незамедлительно разбирать и принимать необходимые меры. На 30-й сессии законодательного собрания края был принят закон об ограничении продажи вот этих жевательных смесей с никотином несовершеннолетним. Поэтому хотел бы тоже обратить внимание, если какие-то случаи будут вам известны, сообщайте, пожалуйста, это дело внутренних дел, и посредством администрации района. Предусмотрены штрафы за продажу несовершеннолетним. Поэтому наша задача сегодня за этим внимательно следить, чтобы не было этого распространения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».